12 апреля все православные христиане отметили светлое Христово Воскресение – Пасху. По христианскому учению в ночь на воскресенье Иисус Христос воскрес из мертвых. В этот день во всех православных храмах проходят ночные службы. На главный религиозный праздник всех верующих отправились Надежда Неткачева и Александр Косицын. Светлый праздник Пасхи имеет важное значение для каждого христианина. После семинедельного строгого поста и страстной недели весь православный мир в минувшую Великую Субботу готовился встретить светлое Христово Воскресение. В Свято-Успенский храм в этот день пришли те, для кого пасхальная ночь – это одно из самых светлых событий в жизни. Светлое Христово Воскресение связано, наверное, с ожиданием, с миром, с любовью, с богополучием. И всем хочется пожелать здоровья, мира, любви, тепла и счастья. У нас семейная традиция. Мы каждый год приходим в этот день на службу, наверное, потому что в сердце, конечно, у каждого из нас есть Бог. Пасхальная служба началась уже ближе к полуночи. Пасхальная служба началась уже ближе к полуночи. Крестный ход. Он ознаменовался первыми звуками колоколов, которые не звонили весь Великий пост. И вот настал час Благой Вести, которую ждали все прихожане. Христос Воскресе! Боистос Воскресе! Празднование Пасхи продолжается всю неделю после Светлого Воскресения. В этот день завершается Великий пост. А потому пасхальный стол отличается обилием и красотой оформления блюд. Согласно преданию, он должен содержать 48 различных блюд по числу дней истёкшего поста. Начиная со дня Пасхи и до её отдания на 40-й день верующие встречают друг друга приветствием. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...